Серж Саргстян знал, куда завел переговорный процесс по регулированию Карабахского конфликта, однако другие этого не знали, так как документы были конфиденциальными. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу на встрече с жителями Аргоцотненской области, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. С мая 2018 года, когда я еще только неделю был на посту пемьера, они говорили, что я пришел сдать земли. Эти бумаги еще не лежали на моем столе, но они утверждали, что, мол, я пришел сдать земли. Почему? Потому что знали, куда завели переговоры, сказал Пашинян. По его словам, если тщательно изучить переговорный процесс, то выяснится, что за последние 20 лет, а также по положению на 2018 год, содержание переговоров сводилось к восстановлению Нагорно-Карабахской автономной области. Пашинян добавил, что при необходимости обоснует свои заявления. По сути, переговорный процесс дошел до той точки, глядя на которую, я понимал, что перспектива восстановления НКО в составе Азербайджана и нас обвиняют, что началась война и что мы не использовали возможности для мирного урегулирования, сказал глава правительства Армении. При этом он напомнил слова экс-президента Сержа Саргизяна, сказанные им с парламентской трибуны в 2018 году. Как отметил Пашинян, Саргизян тогда заявил, что переговорный процесс застопорился, потому что ожидания Азербайджана нереалистичны и неприемлемы. Саргизян, по словам Пашиняна, добавил, что с этого момента нельзя надеяться на то, что Азербайджан не попытается решить карабахский вопрос военным путем. Как заверил Пемьер, есть видеозапись этих заявлений. Отметим, что минувшие дни экс-президента Армении Серж Саргизян заявил, что статус Нагорного Карабаха все еще не определен. Он подчеркнул, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.